один пошло 100 тысяч подписчиков не жук чихнул достигли мы этой значимой этапной цифры мне объяснили что ютюбный этикет требует специальных каких-то обращений по этому поводу интересно если как не так начала всем привет у нас радость подойти 100 тысяч подписчиков всех люблю всем спасибо удивились бы дорогие зрители не очень удивились а кроме этого уже удивились хокке больше можно не удивляться как это не давая этому удивлению развиться до степени болезненной мне объяснили также что достигшим 100 тысяч авторизованным каналом не знаю я авторизована или нет достаточно ли я авторизован полагается серебряная кнопка которая представляет собой некий физический объект присылаемый ютюбной администрации которые где-то расположены и управляют нашей жизнью по почте но идет она говорят долгими годами и когда она приходит у тебя уже не 100 тысяч подписчиков а все уже отписались от себя потому что надоело что ты ждешь эту кнопку до бесконечности но дальше я пошла узнавать выяснилось что для того чтобы тебе прислали кнопку а нужно пойти в какую-то канцелярию и нажать на ссылку типа вот здравствуйте у меня 100 тысяч пришлите мне пожалуйста кнопку еще дальше бывает кнопка уже в честь миллиона и она золотая да а дальше уже собаки с глазами как мельничные колеса да и рубиновая у которой 50 миллионный так сказать порог и их на белом светушке всего три человека пьюдипай and somebody else and somebody else а миллионных то довольно много мало кто из них в российском сегменте если не считать конечно маши и медведя а на самом деле чтобы осознать свое место в даже в этом кириллическом сегменте который не велик полезно ходить на какие-то каналы например бьюти блогеров или анбоксеров или шестилетних вот этих вот персонажей или вот этих вот людей которые не шестилетние очень почтенных годов которые при помощи фигурок из свинки пеппы разыгрывают какие-то сцены перед камерой то есть не не просто там свинка пепп популярна это понятно но даже и какой-то косплей ее мотивам тоже набирает огромное количество просмотров самые конечно лояльные зрители те кто моложе трех лет потому что они нажимают много-много раз раз попавши на кнопочку play они уже не отпускают ее поэтому собственно говоря маша и медведь по моим день варенье это самое выдающееся видео всех времен и народов не считая песни диспосита как мне объяснил моя старшая дочь которую посмотрел 6 миллиардов человек а я не раз тем не менее для русскоязычного канала с суровым политологическим контентом это очень-очень лестно и приятно и вообще здорово красота директор канала убеждавший меня его вести сначала его завести а потом продолжать тратить на это время всегда говорил что youtube это медиа будущего что это вот та площадка в которой контент встречается с потребителем контента и они как-то кидаются в объятия друг другу а кстати говоря в второй части ральфа мультика который называется ральф про икста интернет там есть такая тетенька персонаж который собственно алгоритм ютьюба такая таинственная она говорит о говорит не сказал я тебе первые правила интернета никогда не читай комментариев но я на своем опыте совершенно этого ничего не испытываю наверное потому что первым читает комментарии все-таки директор канала и фильтрует фильтруешь много нет и никого не удаляю да в общем по какой причине об этом лучше не говорить чтобы не накликать на себя чего-то нехорошего я не привлекаю каких-то хейтеров видимо не интересно поэтому вот это вот того что называют страшным проклятием сетевой жизни вот это вот то что у нас нынче называют травли прочее мне тут написали а я долго плакала и была на грани суицида ну вот вот кто пришел бы поисковым словам реновация приходили раза два да был несколько случаев реновация пенсионная реформа а пенсионная реформа а приходили какие-то однотипные значит бота образные граждане с копипейстом иногда заявится какой-нибудь гражданин который волнуется насчет евреев и определяет любую национальность по последним трем буквам фамилии есть такие вот советские знатоки вот они очень издалека всегда могут любого человека совершенно его этническую принадлежность определить но это же что такое это типа травля да ладно есть какие-то граждане которые переживают что слишком быстро говорю но что именно это сказать а вы думаете побыстрее больше ничего не посоветую а им обычно отвечают вежливые мои на читать лишь то можно поставить уменьшенную скорость перемотки и дальше они наверное благодарны уходят в ночь совершенно молча поэтому комментарии хорошие прекрасные осмысленные есть какой-то один странный человек который пишет все время большими буквами и как-то даже стихами но есть например совершенно героические люди например азамат батырович мой постоянный комментатор который делает тайм-коды к всяким большим видео типа статусов и делает он их вы просто в реал-тайм то есть как только вывесил видео вывесил а тут уже азамат батырович стоит кодами такой он молодец потому что это немножко омрачает чистую радость от того что появилось новое видео ты уже думаешь ага но то появилось но это надо им придумывать заголовок значит описание еще тайм-коды потому что когда нет тайм-кодов то зрители ругаются правильно ругаются они действительно имеют право на некоторое обслуживание даже если они не платят денег денег они не платят и не будут платить я против монетизации то есть если я против монетизации монетизации плохо это просто потом поговорим хорошо пока у нас какие-то такси нет денег на треску мега васи очень волнует мега васи волнуется про треску 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 для того чтобы треску так надо же ее купить а чтобы купить это надо до 11 вечера быть в магазине метро например потому что после 11 там уже не только алкоголь не продают на и рыбу свежую не продают мороженое купить ладно подумаем на эту тему потому что действительно его претензии обоснованы их надо рассмотреть как это в режиме уважительного диалог поэтому хотя не треской единой много еще есть всяких интересных предметов что еще хорошего сказать про youtube канал я нажму на эту ссылку и если мне действительно в какой-то момент к 2024 году пришлют серебряную кнопку я обещаю ее анбоксить и соответственно продемонстрировать и куда ничего не знаю там на на стену повесить она сгорит то пропитается испарениями жира и потеряет всякий свой товарный вид как бы то ни было на этом канале будут продолжать появляться что не будет продолжать появляться еженедельные статусы пока параму не прикроют большие лекции полутора часового формата разных актуальных вопросах социального бытия что еще должна пообещать выходить иногда в эфир с кухни там где ты сидишь выходить в эфир с кухни что я собственно и делаю этот момент но это не эфир а в эфир выходить вот и какой коварный то есть не смысле вот сниматься как сейчас я это делаю а вот эти вот ваши какие-то стримы что ли делаем стримы на час где стримы там и там и донаты или донаты донаты это пончики а донаты это пожертвование не путать вопросы 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 хорошо это я люблю пожалуй вопросы хорошо я подумаю значит насчет насчет стримов я не готова еще это надо как-то и техническую сторону к этому делу подтянуть и ментально адаптироваться я не уверена что я прям уже ментально адаптировалась как мог но в общем нет тут есть что-то такое прямой эфир обаяние непосредственного контакта вот это все посмотрим посмотрим также и не политические видео должны время от времени тут возникать потому что если все время о профессиональных темах говорить что и свихнуться недолго вот например страшно важный для всех актуальный вопрос черновые версии мастера маргариты например заслуживает ли это освещение конечно заслуживает всем попробовать пора бы для всем надо об этом знать хоть есть хэштег в инстаграме мир должен знать что я ем должен знать что я по случайному стечению обстоятельств читаю и зачем я это делаю главное чтобы идешь бы главное но полезные условия чтобы предмет чтения был максимально далек от того чем ты непосредственно занимаешься потому что еще раз повторю если монополизироваться даже в рамках своей собственной главы это также плохо как монополизация в рамках политической системы должно быть разнообразие как говорил академик павлов смена занятий это уже глядишь и отдых должны быть разные ну тут же там сферы интересов разный набор слов разная тематика разные вообще как-то ничто называется формат потому что с одной стороны хочется как-то сконцентрироваться на чем-то одном например все бросить и редактировать одного пинкера или еще недавно так у меня был блестящее занятие редактировать например текст закона проекта чтобы он стал еще лучше как это здорово вообще невероятная работа мечты законотворчество одно из высших проявлений интеллектуальной жизни человека сейчас это звучит несколько издевательски но тем не менее это правда это такая работа которая с одной стороны в ней есть так сказать литературный аспект тушкой чтобы звучало понятно и во фразе было хоть какое-то но изящество ладно хоть какая-то осмыслились с другой стороны каждое слово которое записываешь она является гиперссылки она отсылает тебя к целой такой бездонный бездонным колодцу других законодательных актов в которых она упоминается поэтому там можно одно сказать а другого сказать нельзя и присутствие и отсутствие равно меняют искажают смысловое поле и похоже это на составление шахматной задачи как сказал бы владимир шнабоков не на игру в шахматы а на составление шахматной задачи при этом на трех досках одновременно который просвечивает друг сквозь друга я недавно разведу таинственности занимался этим в присутствии не присутствие с участием двух людей которые в этом деле опытнее меня и больше моего понимают и это прямо такое удовольствие невероятное занимался бы занимался но чем-то одним заниматься не получается хотя это очень приятно но если заниматься только чем-то одним даже самым приятным это производит произведет то что у психологов называется декомпенсация то есть если я правильно понимаю опять же психологический принцип стоит он следующем нельзя совсем давать человеку обустраивать себе жизнь по своему хотению то есть как бы под себя кажется что это очень хорошо и здорово но если вот он достигнет этого идеала и вот делает вот все как ему прям вот удобно и здорово он не развивается это называется еще у нас несколько надоевшим всем термином выход из зоны комфорта людям такое сердится и говорят да я в зону комфорта не входил еще я вообще зону не топтал у меня везде дискомфорт но понятно что если ты например хочешь удалиться от людей и там редактировать какой-нибудь фолиант то это тебе доставляет удовольствие но если ты достигнешь этой своей цели и действительно удалишься от людей со своим фолиантом то ты там сбрендишь это нехорошо жизнь должна тебя все время немножко как бы вытягивать туда куда ты может не собирался это полезно у этого тоже должен быть свой предел то есть если ты этого мирного интроверта там поставишь в театре играть то он наверное не разовьется а наоборот сбрендит тоже но иначе но вот должен быть какой-то такой баланс поэтому поэтому полезно заниматься всякими разными вещами не совсем прям вот разными разными а как бы имеющими отношение друг другу но друг от друга отличающиеся по мелочи действительно нам людям говорящим и пишущим нельзя долго находиться в пространстве стилистического единообразия то есть грубо говоря нельзя читать одни законопроекты надо читать художественную прозу это говорю надо как будто типа надо себя заставлять нет так этому стремишься естественно ты любишь чувствовать какого у тебя микроэлемента в мозгу не хватает тут надо там как магния пожевать а тут каком цинка поскрести потому что еще раз повторю монополизация это смерть инсульт инфаркт и забитие всяких каналов обратной связи и сосудов разными отвратительными бляшками разнообразие и конкуренция это жизнь наверное к youtube каналам это тоже относится а